добрый день уважаемые цветоводы приветствую вас на канале про цветок и наше видео сегодня будет посвящено замечательному растению всем известному хризантеме только немножко другой хризантеме хризантеме мультифлора всем известна хризантема это и корейская хризантема которая с успехом зимует в наших широтах индийская хризантема которую южных регионах многие небезуспешно пытаются выращивать в открытом грунте то и другое растение замечательное но на смену популярности прежних хризантем пришли хризантемы отдельной группы группа мультифлора которые получены также в результате различных процессов гибридизации и неспроста это растение набирает свои обороты потому что оно замечательное ну со всех сторон с какой ни посмотри во-первых габитус куста то есть форма куста она всегда шаровидная обилие цветков цветы всегда покрывают полностью все растения в период активного роста за цветками практически не видно даже листьев затем цветки может быть не самого крупного размера они мелкие но зато окраска у них диапазон от белого до темно-бордового через желтый различные оттенки лилового цвета в общем все что можно себе вообразить поэтому думаю в этом месте ландшафтные дизайнеры должны просто хлопать в ладоши потому что до них раскрывается такой широкий диапазон окрасок который позволяет формировать ну совершенно различные цветовые сочетания и все это происходит в осенний период когда уже основная масса растений закончила свое цветение и в чем хороша еще хризантема мультифлора тем что она все-таки в основной своей массе имеет раннее цветение то есть уже в середине августа среди нее тоже есть такие варианты раннее цветение среднее позднее цветение но в основной своей массе она зацветает в середине августа и в сентябре просто ее уже полный распуск и ее бал наступает что нам необходимо знать об этой хризантеме группы мультифлора то что средней полосе не стоит ее пытаться выращивать сохранять на зиму в открытом грунте почему потому что она все-таки вымерзнет на какой-то южной стороне защищенной от ветров можно конечно повозиться с ней если есть такое желание и сделать ей такое сухое укрытие просто таких шалаш соорудить но не думаю что это целесообразно потому что хризантема мультифлора какие всякие другие группы хризантем замечательно размножается черенкование и укоренение черенков практически стопроцентное даже в обычную землю без применения каких-либо специальных стимуляторов роста поэтому я считаю что и тратиться на стимуляторы роста случае с хризантемы это нецелесообразно наступила осень кто-то уже слегка тронулся морозом мы ее выкопали принесли в помещение кто-то еще хотел себе цвести видите как много еще бутончиков в полу распуске даже много зачаточков бутончиков которые еще бы цвели может они бы цвели но я решила что хватит несём ее в помещение с тем чтобы весной получить как можно больше с нее черенков и чтобы в помещении она порадовала себя своим цветением когда мы вносим в помещение то необходимо обрезать верхнюю часть но вот эти мне еще конечно жалко резать пусть они порадуют а здесь я уже обрезала обрезаем можно еще ниже обрезать не бойтесь это только простимулирует ее весеннее отрастание и корневище будут давать больше точек роста видим тут уже вот зачатки такие те которые спящие там они нам не видны но весной когда мы начнем ее будить то их будет достаточное количество где мы ее будем сохранять ничего страшного если у вас нету возможности хранить ее темном сухом подвале можно даже сохранить ее на прохладной лоджии температура хранения хризантемы порядка 10 градусов и в таком состоянии мы иногда должны ее увлажнять то есть сам почвенный субстрат он не должен быть абсолютно сухим несмотря на то что это у нее такая зимняя спячка если вы приезжаете к себе на дачный участок где в эту пору уже нету воды но есть уже снег то можно даже принести несколько комков снега и разложить обложить вокруг горшок либо поставить ее в какую-то емкость и снова же обложить снегом но не стоит увлекаться поливом потому что надо выбрать такую золотую серединку когда все-таки субстрат не будет переувлажнен это большая ошибка не только при хранении но и при выращивании хризантемы в открытом грунте хризантемы ни в коем случае не любит переувлажнения почвы поэтому когда вы ее приобретаете побегайте по своему участку определите какая у вас почва бывает так что в одном уголке сада она у вас суглинистая тяжелая а в другом уголочке она вполне себе рыхлая либо вы там подвезли какой-то земли и особенно образом ее разрыхлили и поэтому подготовьте участок так чтобы почва в которой она будет расти была все-таки проницаемой и засушливые периоды летом обеспечьте ей достаточные поливы с тем чтобы к августу месяцу было достаточное количество влаги и питательных веществ которые будут вместе с ней поступать корням и так далее как можно больше заложилось бутонов и тогда в осенний период она порадует вас своим пышным цветением сохранили и где-нибудь уже в зависимости от ваших условий где нибудь уже феврале месяце мы извлекаем и зимнего хранения либо темного либо светлого конечно же на свету она будет продолжать вегетировать будут отрастать у нее новые побеги побеги возможно будут немножко вытянуты и ослаблены но не стоит этого бояться потому что вот некоторые кустики я разделила уже сейчас с тем чтобы весной у меня было как можно больше возможности ее на черенковать феврале достали допустим начинаем легкие подкормочки умеренные поливы и когда достаточно отрастут уже побеги конечно же черенкуем можно и не черенковать если куст у вас молодой то можно его просто регулировать прищипыванием чтобы излишне к периоду когда мы вынесем ее в открытый грунт она не была излишне вытянутая и переросшая как будет заготавливаться черенок представим что уже наступила весна у нас отросли побеги и мы хотим с непременно размножить как обычно черенки могут быть верхушечные вот когда здесь вот точка роста можно брать когда они вытянутся и из средней части черенки отсчитывать количество междоузли наверно не имеет смысла потому что расположение листьев на побеге поочередное и смотрим так чтобы черенок был сантиметров наверно 8 10 можно меньше если особенно у хризантемы мультифлора междоузли несколько укорочены вот и нижнюю часть мы обрезаем либо обшморгиваем кто как любит но я шморгать не люблю мне кажется там что-то может повредиться среднюю часть мы листья наполовину обрезаем оставляем немножко целых листиках это вот наш черенок мы его можем посадить как в обычный почвенный субстрат конечно перед этим надо его немножко продезинфицировать тем что у вас есть для такого черенка достаточно будет вот такого горшочка либо мы можем заполнить наш горшочек либо какую-то емкость пусть она у вас там называется череночник эту емкость заполняем землей на сантиметров пять сверху насыпаем песочка сантиметров пять и в этот субстрат мы под наклоном как обычно черенкуется под углом 45 градусов так вот мы ее укореняем укореняется хризантема мультифлора также быстро как и обычная хризантема и в течение двух трех недель у вас уже будут укорененные черенки из такого черенка о чудо к осени у вас будет сформирован собственными силами вот такой вот пышный кустик некоторые сомневаются что из такого череночка может появиться кустик шарообразный поэтому в процессе роста представим что тут растет уже укорененный наш черенок и когда появятся новые молодые две пары листьев мы сверху прищипываем и однократное прищипывание уже сто процентов обеспечит вам к осени шарообразный кустик чем еще какие достоинства хризантемы мультифлора то что тут не надо обладать навыками топиарного искусства она сама генетически так у него заложено формирует шарообразный кустик и если посмотреть то побеги у нее расположены верообразно и за счет этого и формируется вот такое вот растение про укоренение мы поговорили про сохранение поговорили посадили мы весной в открытый грунт но и как же за ней дальше ухаживать посадить в открытый грунт надо стараться как можно раньше чем раньше мы вынесем либо наши укорененные черенки либо уже сформированные с прошлого года растения в открытый грунт тем успешнее она засветет к осени потому что несмотря на то что растение короткого дня поэтому и цветет она в осенний период когда день уже короткий никак мы ее не заставим цвести в середине лета вот особенно из растений короткого дня которые зацветают к осени подкормки производим большие растения маточники мы можем вынести уже в зависимости от погоды например в середине в конце апреля такие вот уже крупные растения они вполне себе смогут перенести пониженные температуры черенки которые мы укоренили и вырастили в горшочке можно перенести где-нибудь в первых числах мая когда мы будем может так понимать что таких сильных заморозков не будет если вы опасаетесь то маленькое ваше растение например такое сверху можете сделать какой-либо каркасик шалашик либо просто какое-нибудь ненужное ведро сверху уезжая накрыть смотрите за тем чтобы не было переувлажнение потому что особенно в начале роста когда мы растения пересаживаем растения приз антемы какие всякое всякое другое растение особенно чувствительны к различным неполадкам после того как мы пересадили ожидаем как обычно 10 12 14 дней и подкармливаем удобрением в составе которого преобладает азот либо просто чистым азотным удобрением не буду задерживаться на конкретных каких-то удобрениях потому что рынок наш предлагает большое разнообразие удобрений и согласно инструкции зависимости от того какое ваша растеница такое либо такое мы подкармливаем затем в процессе роста перед началом бутонизации это где-нибудь будет в июне в июле месяце мы подкармливаем удобрением в котором преобладает калий для того чтобы растение смогло сформировать как можно больше цветочных бутонов и чтобы они были оформлены и крупные здоровые перед бутонизации когда уже будет видно что бутончики сформированы мы тогда увеличиваем дозу фосфорного удобрения и подкармливаем удобрением составе которого преобладает калий фосфор это будет стимулировать здоровый рост растения и подготавливать его созревание к зимнему период для того чтобы побеги сформировались окрепли и закладывались новые побеги которые еще находятся в зачаточном состоянии ну и после того как все это произошло мы сидим и ждем когда наступит массовое цветение и радуемся спасибо за внимание ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал до новых встреч